Месяц у нас как бы заканчивается, а мы еще ничего не говорили по поводу итогов прошлого года. Вот что можно сказать, основные итоги, насколько они положительны, что касается производства новых рынков, новых инвестиционных там может быть каких-то проектов, что можно сказать по итогам для группы ЧФМК? Ну, мне стоит только порадоваться за наших работников ЧФМК, потому что нам удалось рекордно склеить объем фанеры в этом году. Рекордная цифра при плане 168 тысяч кубометров практически выполнена, и мы достигли рекордного показателя по плите ДСП, практически 300 тысяч кубометров в год. Поэтому, ну, таких цифр никогда не было на предприятии, поэтому для нас это абсолютный рекорд. Все, действительно, очень много мы сил приложили, чтобы этого добиться, с учетом того, что пандемийный год подарил нам, 21-й еще пандемийный год подарил нам много сюрпризов. С, наверное, неописуемым на тот момент количеством больничных, когда, в принципе, мы не понимали, как решить проблему с людьми, но вот мы все-таки решили эти проблемы, и удалось сделать такой рекордный показатель. Если бы не пандемия, мы бы сделали чуть больше, и это был бы тогда вообще суперрекорд, наверное, да, потому что нам именно не хватило того объема, который мы не выпустили за счет того, что люди были на больничных, к сожалению. Поэтому для ЧФМК показатель прекрасный, и мы можем им гордиться, вот, и надеемся, мы теперь уже не будем останавливаться и всегда будем работать с такими цифрами. А на каких направлениях там, ну, если брать там сбыт, удалось лучше всего поработать и продвинуться, это традиционно или что-то новое появилось? Да нет, нового пока ничего не появилось, наверное, все традиционно, это те рынки, на которых мы присутствовали, если там сплитные продукции, это мебельные рынки, они тоже росли, нам позволили реализовать нашу продукцию по хорошим ценам, вот, несмотря на рост и сдержек большой, да, цены все равно были высокие в 21 году, нас это порадовало, как производителей. Вот, фанерная продукция тоже расходилась, тоже как горячие пирожки по всем мировым рынкам, где мы присутствуем. Везде был подъем, вот, и тоже цены были хорошие, поэтому здесь хороший показатель получился. Ну, и пиломатериалы, небольшую долю мы в этой продукции занимаем, но все равно производим и продаем, и эти рынки тоже были на подъеме, то есть, получили мы и здесь хороший результат. А что касается инвестиций ваших в этом направлении, какие успехи, как развиваются проекты, в которые вот сейчас складываются какие-то средства, что-то строится? Я имею в виду вашу ВОХТАГУ, ШИКСНУ, хотя бы вот эти вещи. Про те проекты надо отдельно говорить, да. Если говорить про те предприятия, то они тоже неплохо отработали, потому что они все присутствовали на этом же нашем рынке плитной продукции. Вот, у них у всех получилось неплохо поработать, плюс-минус, да, были там и проблемы, и аварии некоторые, но это рабочие моменты. Вот, результаты не показали, и мы им, в принципе, где-то довольны, наверное. Вот, касательно инвестпроектов, все, что начиналось, все делается. То есть для нас инвестпроект – это долгоиграющая пластинка, и когда мы на него заходим, мы на много лет планируем, поэтому мы ни один проект пока не остановили, и ситуация нам позволяет сейчас, наверное, их еще и развивать. Вот, поэтому у нас утвержден инвестпроект по развитию предприятия ВОХТАГИ, утвержден инвестпроект по развитию предприятия ШИКСНЕ, вот, ну и большой проект фонарного комбината ПЛИТВУД, который строится в ВОХТАГИ, он реализуется и находится в активной фазе сейчас. Тут что добавить? Только поблагодарить коллектива наших предприятий, что в непростой год мы смогли выпустить рекордные объемы продукции. Вот, за что всем большое спасибо, и то, что мы смогли это реализовать, это тоже большой для нас плюс. Годовое вознаграждение необычно высокое коллектив получит по итогам прошлого года. Хотелось бы узнать, так ли это и с чем это связано. И второй вопрос сразу же здесь же, будет ли индексация заработной платы? Кстати, вот сейчас крупнейшие предприятия Череповца заявляют о том, что они уже готовят такую индексацию у себя, это Сверсталь, Фосагры. Здесь все достаточно просто. У нас принято, что мы всегда по итогам года в январе подводим какие-то цифры, расчеты и в феврале выплачиваем годовое вознаграждение. Соответственно, оно планируется, исходя из наших возможностей и нашей работы, насколько она успешная. В этом году, поскольку финансовые показатели оказались лучше, чем мы планировали, мы имеем возможность поделиться с коллективом, с нашими работниками этими финансовыми показателями. Поэтому мы приняли решение действительно бюджет, который был принят по вознаграждению, увеличить в два раза. И это действительно так, и я думаю, все это ощутят и увидят. Надеюсь, если в последующем году будут такие же успешные для нас, то, собственно, люди будут ощущать успех всех и взнос каждого в этот успех. Касательно индексации, но мы здесь никогда не отстаем, мы очень активно работаем с нашим профсоюзом. У нас, как многие, наверное, знают, очень расширенные социальные обязательства, коллективный трудовой договор очень большой. Эти обязательства на себя предприятие взяло очень много лет назад и вынуждены их выполнять. Соответственно, одно из требований – это действительно ежегодная индексация заработной платы с учетом возможностей предприятия. И последние годы мы, несмотря на то, что год был плохой или не очень плохой, в зависимости от этого мы старались индексировать заработную плату. Последний раз мы это делали летом 2021 года по итогам работы первого полугодия. Сейчас мы, так же, как и все крупные предприятия, планируем индексацию в этом году по итогам инфляции, которая будет сформирована в 2021 году. Вот. Точной цифры я сейчас не скажу. Потому что там 8,4 или 8,7%, по-моему, по итогам 2001 года инфляции у нас. Ну, я повторюсь, что поскольку мы в середине года проводили индексацию, то есть часть этой индексации мы уже, так, часть инфляции 2021 года мы уже в этой индексации учитывали, да. Поэтому посмотрим, какая цифра у нас получится в следующем году. Но мы планируем индексацию провести летом так же, как в прошлом году, чтобы иметь нормальный календарный год, понимая, вот на основе чего мы проводим эту индексацию. И делать это равномерно, наверное, каждый год. Насколько я знаю, предприятия металлургии и химии делают это весной, может быть, тоже приручая к итогам работы за предыдущий год. Мы делаем это чуть-чуть позже, потому что до этого так повелось, что проводили индексацию летом. Чтобы она была справедливая и для работодателя, и для работников, мы, наверное, сохраним эту традицию.